Добрый день, это Мария Соловьева и Две минуты о кино. Фильм «Фантастическая четверка» молодого режиссера Джошуа Бенджамина Транко – еще одно детище, выросшее из серии комиксов Marvel при участии компании «20-й век Фокс». Комиксы «Фантастическая четверка» впервые были выпущены в 61-м году 20-го века и с тех пор безостановочно выпускаются в различных вариациях. Дважды были сняты экранизации по конкретным историям из этой серии комиксов – в 1994 и 2005 годах. Картина 2005-го была по статистике более успешной в прокате, чем фильм этого года, а киноверсия 1994-го так и не была реализована ни в прокате, ни на лицензионных кассетах для домашнего просмотра. Экранизация этого года, в отличие от предыдущих, сделана по мотивам всей серии комиксов «Фантастическая четверка», а не по какой-либо конкретной истории. Несмотря на то, что режиссер Джошуа Транк находится только на старте своей карьеры, он уже успел зарекомендовать себя как мастер захватывающего действия. И этот его фильм не стал скучным исключением. Во время просмотра зритель может насладиться крепко сбитым сюжетом, лихо закрученной интригой происходящего и оригинальными монтажными стыками. И это при том, что фабулу фильма можно назвать классической для голливудского мистического боевика. В центре события очередная кампания неудачников, которым к концу киносеанса суждено стать героями и спасти мир. Плюс немножко мистики, немножко юмора, ненавязчивая любовная линия. Можно сказать, что как минимум все предсказуемо. И как и следовало этого ожидать, первоначально фильм «Фантастическая четверка» был негативно встречен в прокате. Критика разгромила его по всем аспектам, включая сценарий, мрачный дизайн, историю злодея, кастинг и актерскую игру. Надо признать, что все эти замечания небезосновательны. И фильм провалился в прокате в Северной Америке, собрав всего 26 миллионов за первый уикенд. Действительно, для голливудского формата довольно мрачноваты краски и сомнительно линия злодея. Но фильм становится интереснее и оригинальнее благодаря именно этим отступлениям от общепринятого формата, который и так уже весь мир выучил наизусть. Фильм представляет собой фантастический комедийный боевик, в котором юмор мистика и стрелялки в разумных пропорциях удачно сочетаются между собой. Все это делает «Фантастическую четверку» очень неплохим вариантом, например, для романтического свидания. Всем спасибо. Это была Мария Соловьева и «Две минуты о кино. Фантастическая четверка» режиссера Джошуа Транко.